На праздничном столе главные герои пира – крашеные яйца, творожная пасха и куличи. Создавать своими руками всегда интересно, вот и я решила попробовать рисовать глазурью. А сейчас Юлия, кондитер-технолог, научит меня правильно, а главное – красиво украшать пасхальные прянички. Начнём? Ну, начинаем делать наши пасхальные пряники. В данном случае у нас будет кролик. Кролик с цветком посередине. То есть изначально мы его обводим по контуру, контур обвели и начинаем заливать. Заливаем мы уже заранее подготовленным айсингом. Это сахарная пудра с белком. Делаем это вот так быстренько. Для заливки поверхности пряника нам нужна глазурь более жидкой консистенции, которая хорошо растекается, но в то же время остаётся в пределах очерченного айсингом контура. Второй пряник, который мы попробовали украсить – уточка, с ней я справила значительно быстрее. В итоге у нас получились вполне праздничные пряники. Сложно представить пасхальный праздничный стол без красивого кулича. И мы сейчас займёмся его украшением. Пышную белоснежную шапку создаём белковой глазурью. Пекари нам открыли секрет. Для того, чтобы глазурь была белоснежной и блестящей, использовать нужно только сахарную пудру, не сахар. Она должна быть мельчайшего помола, рассыпчатой и без комочков, то есть свежей. На всякий случай просейте её перед тем, как взбивать с белком. Украшаем кулич дальше. Для этого добавляем нежные розочки, которые, к слову, я попробовала сделать сама. Так, маленький бутончик делаем. Это большая кулича. Ничего страшного. Теперь побольше лепесточек, побольше, побольше. И всё, можно завершить, юбочку сделать. Совместными силами получилась большая кремовая клумба из роз. Маленький кулич мы решили украсить в виде гнезда уточки. Сделаем орнамент в виде гнёздышка, куда мы будем садить нашу утку. В завершение нашего кулича, Виктория, мы берём вашу замечательную утку. Она у вас получилась отлично. И втыкаем её посередине до самого основания. Да, и вот такую можем декор, вербочку вот такую положить. Пышный и красивый кулич на столе – символ того, что в доме будет царить мир и благополучие. Ну а если у вас нет времени, то приходите сюда в Бараулинские пекарни. Всегда только самая свежая выпечка. Субтитры делал DimaTorzok